Люберецкая Есенинская библиотека в этом году отмечает юбилей 90 лет. В начале октября дню рождения Есенинки посвятили выставку декоративно-прикладного искусства, живописи и фотографий в Краеведческом музее. Ну а теперь сотрудники библиотеки решили выйти на сцену Люберецкого дворца культуры, чтобы отметить свой праздник с хорошей музыкой. Все в библиотеку. Этот и другие лозунги, которые были распространены в советское время, призывали людей к чтению, к самообразованию. Так и концерт, посвященный юбилею Есенинки, начался со сцен, напоминающей о Советском Союзе. Наша основная цель – нести культуру в массы. Да, для библиотек это основная задача в наше время. Когда-то единственная в Люберцах и нужная во все времена. Библиотека имени Сергея Есенина начала дарить знания в 1927 году. С тех пор поводов для гордости накопилось немало. Я горжусь прежде всего тем, что за эти годы, за 90 лет, библиотечные работники, которые работали в этой библиотеке, сумели сохранить и традиции, и фонды, привить любовь читателям в библиотеке, книге. Это, наверное, самое главное достижение, потому что у нас читатели есть, читатели идут. Это великое счастье. Всего в Есенинке работает 23 сотрудника. Многие отдали этой работе не один десяток лет. И за их труд они удостоились благодарностей от имени главы округа Владимира Ружицкого. И, конечно, цветов. Самая главная особенность библиотечных работников – их преданность бумажной книге и любовь к своей работе. Этому они учат и других. Это знаменательно очень. Все жители знают это место и с удовольствием приходят к нам. У нас работают клубы по интересам. Ни библиотека, ни книга не умрут. Вы сказали, живы, живут и жить будет. Во время концертной программы для сотрудников библиотеки, читателей и просто гостей праздника звучала красивая музыка, исполненная на классических инструментах. Выступал танцевальный коллектив и, конечно, со сцены звучали стихи, посвященные Есенинке. И открывает безлимитный доступ в разноязыкий, многолитий мир. И длится чудо это 90, поверьте, лет. И, несмотря на возраст, учреждение идет в ногу со временем. У библиотеки есть свой официальный сайт, где можно ознакомиться с последними новостями и событиями. Мария Антонова, Александр Богданов, телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Луиза. Вы смотрите телеканал ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе, ставьте лайки и комментируйте. И вы будете в курсе самых интересных событий.